Всем привет! Добро пожаловать в Веллок на пару. Я хочу сюда заставку. Кто хочет сюда заставку? Да все хотят. Я хочу сюда заставку. Надо что-нибудь придумать. В общем, чуть-чуть поверни, а ты не в центре. О, я не в центре. Я не в фокусе. Я не в фокуснице. Итак, у нас сегодня была прогулка. И вы ее вот сейчас увидите. Да, так что вот она, пожалуйста. Всем добрый вечер. Мы все втроем. Вот наши три мордочки. Мы сегодня пришли в наш центральный офис Арифлейм на спортивной и немножечко вам покажем, как он выглядит. Ну, кому это интересно, конечно. Вот мы входим в центральный вход. Такой уже новогодний вход. Там все вечером происходит. Ну, какой вечер? Просто рано темнеет. Вот так перед нами открываются ворота с кодочками. Вот раскрывается с ворота. И вот мы входим. Вот такая елка классная стоит. Замечательная. Как бы ее целый рост снять. Вот она. Вот она, ровненькая. Да. Обычно елки всегда зеленые. И вот такой праздничный стенд с продукцией подарочный. Здесь висит экран, на котором беспрерывно идут ролики. Вот такой стенд тоже с продукцией. И висит. Можно понюхать, как она не нюхает. А не нюхает? Ну, как она дает понюхать. Она, знаешь, она очень похожа на смородину. Ну, чуть-чуть. С терпкой ноткой. Приятный запах, да. А это? А это что у нас? Джордания? Джордания. Но она у нас дома есть. Она у нас дома есть такая. Теперь будем нюхать вот такой. Мне очень нравится. Ой, она очень на что-то похожее тоже, что у нас было уже. Очень такой сладкий такой. Сладкий-сладкий. Конфетки такие прям. Так, вот здесь стоит очередь, наверное, на заказ. Смотрим украшения из ювелирного каталога. Ну, вот Аня вам показывала. Вот такой браслет у нас уже есть. Если будет как раз ожерелье, такое же было. Да, было бы вообще классно. Ну, вот. Вот мне понравились эти два кольца. Может быть, возьму. Вообще, меня слышно интересно? Я думаю, что да. Ну, о чем, он тут тоже красивый. Ну, красивый. Вот мне вот этот браслет понравился больше всего с самого начала. На втором этаже. Вот залы, в которых. Может, сейчас надо посетовать. На втором этаже проходят передоворы. Очень красивое помно. Веселенькое такое. Классное. Сразу настроение поднимает. Вот здесь, с этой стороны, сидят сотрудники компании Арифлэйн. Вот кто-то что-то там еще работает. А здесь тоже переговорная на третьем этаже. И вот. А, получается, что теперь за стеклом вот в этой зоне как раз сотрудники и сидят. сотрудники, наемные работники. Вот такая елка для них сделана. Это сделано для того, чтобы сблизить сотрудников компании Арифлэйн с консультантами, чтобы все как бы работали на одном этаже, только за стеклом. И вот такой классный купол, да. А вот здесь по всей, как это называется, по всем этим окошкам, размешаны фотографии с хэштегом, помещенные с хэштегом EnjoySshvide. Да. Почему это? Ну, вам такой небольшой диспетчер, вы говорите. У нас находится около торгового центра Нигриная Плаза. Здесь очень красивые витрины. Правда, вот это не очень новогоднее, но ничего. Вообще, у нас идет дождь, чтобы вы знали, вот люди идут под зонтами, мы тоже под зонтиком. У нас такая весенняя погодка. Это бульвар. Такой цвет, блестящийся, да. И вот продолжение витрин. Ну, вот здесь уже более новогоднее, но красиво, красиво все золотое. Красное. Это вообще хороший такой, дорогой магазин. Ну, он какой-то, вот я была в нем, он какой-то полупустой, непонятная его концепция. А тут какой-то столь и фокусник с тернатыми. Грессировщик. Грессировщик. И вот барышня в мехах. С тарелками. С тарелками. И со страусиными перьями. А это уже наш центральный универсальный магазин. И ярмарка уже перед ним. Дождь становится все сильнее. И даже вот это великолепное небо, небо, оно не сдерживает капельки. Капельки на нас капают. Елка красная. Ой, красная, классная. И вы знаете, везде есть базары елочные. То есть елки живые продаются. Кузнецкий мост Утсума, это Пиноккио. Ага. Это Пиноккио. Все, что связано с Пиноккио. Вот. Сладкий стеклин, звень. Сладкий стеклин, звень. О, везде глинтвен есть. Опять карусель. Ой, а это, дорогие друзья, смотрите, какой-то необыкновенный шар. Такого еще у нас не было. В этом году в приложении «Активный гражданин» был задан вопрос. Вы хотите, чтобы разные елки были на площадях или чтобы они были все стандартные, одинаково оформлены? И, конечно, большинство проголосовало за то, чтобы было оформление разное на всех площадях, потому что люди специально ходят. И я вот себя сниму тоже. Специально ходят и смотрят разные елки. А представляете, везде одинаковые будут стоять. Хочу хорошего. Но чтобы нам вместо елки, вот здесь всегда елка стоит, вместо елки вот такой шар обалденный поставили. Мы даже представить сюда не могли. Он такой, прям как пещера хрустальная. И туда можно войти и в этой хрустальной пещере постоять. Вот такое здоровое зернышко у них. Да? Все, мы с вами входим вот в этот хрустальный шар. Представляете? Да, спестить можно, когда не могу. Когда не мокрый, здесь можно даже посидеть. А когда мокрый, здесь можно... Видим, там прям по красной площади. И вот из этого шара мы выходим из этой пещеры. Прямо на Кверскую. И можем снять его с другой стороны на Красную площадь. Да. Ну, красотень. Просто красотень. Ну, вот Кремль. Манежная площадь. Все праздничное. Все мокрое. Да? Нас кто-то спрашивал, как мы относимся... Это косметика Москва, First Seasons. С другой стороны, с центральной. Нас кто-то спрашивал, как мы относимся к Новому году, вот в такой погоде. Мы прекрасно относимся. Но не вот слякотное, а когда тепло просто. Когда без суха, да. Весь снега нормально. Скажи сейчас, весна, весна. Вот оно. 17 декабря 2014 года. Левень. И сильный дождь. Левень. Или осенний дождь. У нас будет гривны скоро войти. Ну, а теперь вопросики. А ответики. Ответики, да. Ответики на вопросики. И первый вопросик. Этот вопросик? Ну, и этот вопросик. Лемчик Воронва, здравствуйте. Привет. У вас вопрос, на который мы уже отвечали, но мы еще раз ответим. Вы написали что-то... Почему мы не говорим о том, что мы работаем в Reflame? Нет, нет, нет. Почему вы стараетесь говорить об Reflame меньше? Да, что-то стесняетесь, извиняетесь за то, что вы работаете с Reflame. В общем, у нас... Мы об этом уже говорили. Вы, может быть, просто пропустили. Работа есть работа. Да, работа... Мы не говорим здесь про работу. Мы же, если бы работали бухгалтерами... Мы же не рассказывали, как мы считаем циферки. Reflame – это Reflame. Косметика и Reflame – это одно из направлений, как бы, косметических, которыми мы пользуемся. Да, и, например, вот кто-то тоже мне задавал вопрос лично ВКонтакте. Я писала, что я работаю... У меня несколько работ. И я же не рассказываю здесь про все свои работы. Мне просто кажется, что про работу настолько скучно говорить. Мы все где-то работаем, но интереснее говорить о нашем маленьком, но свободном времени. И о том, как мы здоровски проводим вот это свободное время и какими-то хобби занимаемся. И вот всё-всё-всё-всё-всё-всё остальное. Потому что в мире столько всего интересного. Вот. Собственно говоря, первое вопрос. А, между прочим, на Reflame мы тратим каждые три недели по два видео на наших каналах. Так что я думаю, этого достаточно. Так, дальше. Следующий. Дальше. Ой, пролистнул. Вот. Следующий вопрос. Когда мы снимаем видео? Это у нас вопрос... Осинка Таня задала вопрос. Когда мы снимаем видео утром или ночью? Мы тоже отвечали на этот вопрос. Ещё раз ответим на этот вопрос. Мы снимаем ночью. Нет, мы снимаем перед сном. Глубоким ночью. Вот так. Глубоким утро. А когда мы ложимся спать в разное время? Это бывает и в два, и в три часа ночи, и в пять, и в шесть, и в семь, и в восемь утра. И в десять даже бывает. Утро. Да. Вот. То есть всё зависит от того, когда мы ложимся спать. Да. А дальше уже, ну вот, загрузка нашего видео зависит во многом от интернета. Иногда, конечно, у меня технические накладки какие-то получаются, но в основном это от интернета зависит. Иногда настолько долго грузится интернет, грузится видео, что, ну, просто... Иногда срывается что-то. Иногда, да, срывается, ну, в общем-то, вот это уже зависит от техники. Да. В принципе, мы в основном ночью всё снимаем. То есть вот что сидим на диване, это перед сном. Да. Просто иногда вы говорите про то, что мы не накрашены, иногда мы в течение дня не красимся. У нас... Если не выходим никуда. И если не снимаем никакие видео. Если очень у нас всё загружено. Да. Мы просто релаксируем в плане вот покраски. И не накрашенные такие ходим по дому. Ну, если вам больше нравится, что мы накрашенные, мы будем стараться каждый день краситься. Вот напишите, пожалуйста, нам. Краситься нам каждый день? Я не буду стараться. Да ладно? Нет, я не буду стараться. А я буду. Напишите только. Нам кто-то скидывал теги по поводу того, сложно быть девушкой, что-то такое. И там есть вопрос такой, как вы относитесь к тому, чтобы не краситься. Я спокойно отношусь к тому, чтобы не краситься. Я не спокойна. Я не крашусь только первый год. Честно вам скажу. Вот так вот. Да, раньше мам каждый день красили. Я и так. Да. Это не тот вопрос. Мы отходим от темы. Мы тег этот обязательно сделаем, очень интересный. Следующий вопрос задала Ольга Т. Каким будет ваш новогодний стол? Да, повернись туда. Я прочитала, повернулась. Мы очень долго думали ответить на этот вопрос, потому что это достаточно сложный в этом году вопрос. Мы в этом году, в принципе, не особо собираемся встречать застолье. Застолье Новый год. Потому что у нас Новый год, этот год был очень тяжёлый, сложный, я бы даже сказала, траурный. И, ну, кто давно с нами знает, почему это так. Я не могу просто в этом году отмечать Новый год. Да. Потому что в прошлом году мы отмечали Новый год вместе с моим братом, а он в этом году ушёл из жизни. И это очень тяжёлый Новый год. Сам вот Новый год, встреча Нового года тяжёлая. Поэтому мы вам создаём праздник. Тихо, 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 тихо. Я всё нормально. Нормально, ну перестань. Вот. Но сами лично мы будем по минимуму отмечать Новый год. И застолье у нас будет минимально. Мы можем рассказать только, как раньше, обычно у нас, что было на столе. Вот Ира Лонгер как раз спрашивала, у меня такой вопрос, говорите ли вы тосты в новогоднюю ночь и что при этом пьёте? Вот обычно, обычно у нас есть шампусик. Это вообще очень редко бывает. Но теперь нам уже и нельзя шампанское. Не, ну я себе позволяла. Асти Мартини, это моё любимое игристое вино. Я себе на Новый год всё равно один бокал позволяла. За год, зависит. Вот. А так вино, Глинтвейн и последние годы мы глёк, безалкогольный глёк в Икеа. Брали? Ну так как я была в прошлом году после операции, и Ане, в общем, в принципе, нельзя шампанское. Мы в прошлом году в 12 часов ночи пили яблочный столбик. Вот. Напишите, чем вы встречаете Новый год? Я знаю, кто-то встречает водочкой, кто-то венцом, кто-то советским шампанским, абрау, дюрсо, ну разными марками шампанского. Мы предпочитаем вот такое, ну сладкое, полусладкое шампанское. Предпочитали. Предпочитали. Предпочитали, да. И у нас произошло событие, небольшое, но мне кажется, что это событие. Сегодня Ирина Годунова прислала нам видео обращения приветствия. Мы были просто, мы пищали от восторга. Аня говорит, хочешь, теперь ты посмотришь видео от своего зрителя. Я говорю, давай скорее. Мы просто пищали от восторга. Так классно, что мы теперь и вас тоже видим. Да. Вы представляете, вот вы думаете так просто сидеть и вещать, и не представлять, кто перед тобой сидит? Ну, фотографии – это одно дело, когда мы видим ваши фотографии. Фотографии-то нет у многих. Ну, у кого-то мы в ВКонтакте видим фотографии. Вот, а это было, я говорю, мы пищали от восторга. Это просто нечто. Спасибо огромное. Вам тоже огромнейший привет. Мы вас тоже очень-очень-очень-очень любим. Это было просто супер, класс. Вообще, я хочу вам сказать, что в связи с тем, что у нас в этом году произошло, вообще вот вся эта история с логом на пару, с моим каналом, это Аня придумала в качестве психотерапии для меня. Я вам серьёзно говорю. Потому что она знает, что я очень обязательный человек, и что если люди будут от меня что-то ждать, то я обязательно буду свою работу выполнять. И вот так она меня в это дело втянула, за что я ей ужасно благодарна, пусть сегодня и сразу же эта благодарность будет, и ей, и вам, за то, что я вам действительно оказалась какой-то нужной. И вы меня очень сильно в этом году поддерживаете. И вот ещё раз, Ирочка, огромное спасибо. Вы просто вот такая ласточка первая, да, вот нам такую прислали видеокартинку. Так классно, просто замечательно. Просто замечательно, уникально. Огромное спасибо. Спасибо большое. Ну вот теперь уже. Мы вам, вот я вам сегодня очень благодарна. Очень сегодня благодарна. Спасибо. Это сразу моя благодарность. Я очень благодарна за то, что у нас есть вы. И не только даже вы, Ирина Годунова, а вы все. Мокрый у нас какой-то сегодня. У меня влог от избытка чувств. Не, я хочу сказать, мокрый. Он и здесь мокрый, и на улице мокрый. И на улице, что на улице творилось, вы уже видели. Да. Ну, собака у нас была мокрая. Вся такая облизлая какая-то. Как все говорили, кто ее видел, ей зонтика не хватает. Мы под одним зонтиком идем, а она с этой стороны у меня. Она не сидит. Ее все время что-то капает. А в сумку прятаться она не хочет, понимаете? Ей нужно все видеть. Да. Вот. Вот так вот. И теперь фильм, фильм, фильм. А подарок? Сначала фильм. Сначала фильм. Хорошо. Фильм. Сегодня о фильме рассказывает Аня, потому что это ее любимый фильм. Сирота Казанская. Мы, по-моему, вам рассказывали уже про операцию с Новым годом, про бедную Сашу. И вот теперь Сирота Казанская. Это тоже один из моих любимейших фильмов, потому что там играет целых два актера, которые мне нравятся. Ну, кроме всех остальных. Одного я даже угадаю. Олег Табаков. А второй? Второго я не обещала. Фоменко. Я не обещала его угадывать. Но я просто... Олега Табакова я обожаю. Он шикарнейший актер. И вот этот вот его матроскинский голос просто нечто. Я его обожаю. И сам вот этот фильм, он, знаете, он очень похож на комедию ситуации. Вот все время что-то в этом доме происходит, и все хорошо заканчивается. То очень классное кино, предновогоднее, веселое. Фоменко там такой... Отжигает. Отжигает. С ёлкой тоже очень классно. Прекрасно заканчивается. Так что это один из хороших, таких добрых русских фильмов. Рекомендую вам посмотреть. Я думаю, что все его видели. Ну, может, кто-то не видел. Да? Может быть, кто-то младше нас с тобой не видел. Русские фильмы все видели. Может, кто-то не видел. Да? Может, кто-то его презирает. Младше нас с тобой-то это хорошо сказано. А что? У нас есть вот девушки и по 14, и по 16 лет. Что вы нас дискриминируете? Кто вас не дискриминирует? Ну, а теперь подарок. Он у меня тут под бочком спрятан. Очень, мне кажется... Я говорю, одну руку я уже не поднимаю. У меня уже перекос. Мне кажется, очень интересный подарок для зимы. И вообще для нашей вот этой вот корзиночки. И это автозагар. Чтобы мы были загорелые не только летом, но и зимой. Бдыж! Обязательно пишите свои благодарности. Пишите нам снова вопросы. Мы на них всё ещё отвечаем. И... А вот у нас спрашивали, или мы уже отвечали, как мы Новый год без снега? Мы только сегодня ответили на этот вопрос. А мы уже отвечали? Да, на Манежной площади. Вот так. И мы с вами завтра обязательно встретимся. Завтра у нас... Ой, если всё состоится, если мы встанем... Потому что это для нас рано. Это очень рано должно быть. Да, то вы завтра будете присутствовать на уникальнейшем событии. Это мы вам вот обещаем. Но ради себя и вас мы точно собираемся встать. Да, если совсем худо не будет, то встанем. Это действительно событие. Будем ждать. Все с нетерпением. Я очень с нетерпением жду. У меня прямо даже трясет. Мы не пьём. Не, 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 не. Я сейчас культурно скажу что-то. Для культурно-косметической части населения это событие. Для бьюти-маньяков. Таких бьюти-маньяков, как я. Вы знаете, нас сегодня в это место вот просто судьба привела. Давай завтра, завтра, завтра расскажи это. Почему? Я вам прямо сегодня расскажу. Просто привела судьба. Мы там не должны были быть вообще. У меня был совершенно другой маршрут распланирован. И просто вот в одном месте у нас сорвалось. Нам пришлось ехать в другое место. И уже оттуда мы каким-то образом попали вот туда, где мы завтра тоже будем ещё раз. В общем, я так закрутила. Ну, не важно. Важно то, что вот действительно судьба ведёт. Представляете? Так что будем... Ну, то, что это Анькина мечта была, сто процентов. Я эту мечту даже в круизе искала во всех городах. Всё. Так что надо ложиться срочно спать, чтобы завтра это состоялось. Мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Да, да, да. Вы наша опора. Вы наша надежда. Вы наша любовь. Мы вам очень за всё благодарны. И насколько вы говорите, что мы замечательные, какие-то удивительные и там ещё какие-то. Вы замечательные, удивительные и просто уникальнейшие. Каждый из вас. И мы вас каждого очень-очень-очень любим. Желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойно. О, сейчас я вот так вот сделаю, как всё идёт. Счастливого дня. Знаешь, как делают? Пока-пока. Держи, держи. Знаешь, как делают? Пока. А, вот так делают? Да. Всё. Пока-пока. Пока-пока.